С новостями к этому часу Динара Саду. Доброе утро. Начнем выпуск с международных новостей. Случаи оспы обезьян зафиксированы в данный момент в 11 странах за пределами Африки, заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Это 8 европейских стран, а также Австралия, Канада и США. Из-за роста случаев заражения оспой обезьян в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения в Женеве было созвано заседание с участием ведущих экспертов. Как сообщил нашему телеканалу официальный представитель ВОЗ Тарик Заревич, стратегическая техническая консультация группа по инфекционным рискам обсудила меры по борьбе с распространением нового заболевания и целесообразности использования при этом вакцин от натуральной оспы. Клюге отметил, что почти все случаи заражения не связаны с поездками в Западную или Центральную Африку. И все подтвержденные случаи пока легкие. Инфицированные выздоравливают за несколько недель без лечения. Однако у детей, беременных, женщин и людей с ослабленным иммунитетом заболевание может вызвать тяжелую форму. Напомню, оспа обезьян относится к числу редких инфекций, передающихся от человека к человеку и вызывающая вирус приматов и грызунов. Инфекция проникает в организм через поврежденную кожу, слезистые оболочки и дыхательные пути. Основной способ распространения – тесный физический контакт. Коэффициент летальности при вспышках этого заболевания составляет от 1 до 10%. На Шри-Ланку вслед за топливным надвигается продовольственный кризис. О вероятном дефиците продуктов питания жители предупредили премьер-министра островного государства. Сейчас власти принимают необходимые меры, чтобы не допустить голода. В частности, Министерство сельского хозяйства планирует увеличить объемы выращивания сельскохозяйственных культур. Напомню, Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис 1948 года. Сейчас там почти нет бензина, импортных продуктов питания и лекарств. Нам не хватает продуктов, в основном сухого молока и риса. Людям приходится покупать еду на рынках. Без топлива мы ничего не можем сделать. Не приготовить еды, не заправить автомобиль. Теперь нам сказали, что и продукты скоро могут закончиться. Мы умрем. Без еды мы умрем. Жители региона Сахель, что на западе Африки в ближайшие три месяца могут столкнуться с голодом, об этом сообщили в ООН. В этом регионе проживает около 18 миллионов человек. Основной причиной голода могут стать природные катаклизмы, рост цен и нарушение мировых цепочек поставок продовольствия. Речь идет о возможности возникновения первого масштабного голода с 2014 года. Под особой угрозой находится порядка двух миллионов человек в Буркино-Фасо, Мали, Нигере и Чаде. Это, по мнению экспертов, ООН может повлечь усиление миграционных процессов. К событиям в нашей стране. Роли конституционные реформы в построении нового Казахстана обсудили в Туркестанской области. Там с рабочей поездкой побывали депутаты Мажелиса. Они встретились с жителями аула в Тюркубасского района. Члены республиканского партийного штаба разъяснили суть референдума и рассказали о порядке его проведения. Своим мнением в ходе встречи с парламентариями поделились и сами сельчане. Главная цель нашего приезда – разъяснить населению о том, какие поправки в Конституцию планируется внести. Мы выслушали и предложения самих сельчан. Они самые разные. Например, была затронута тема пенсионного возраста женщин. Люди просят его снизить. Это очень актуальный вопрос. Житель Петропавловска, лишившись обеих ног, соорудил удобное для себя средство передвижения – хендбайк. 41-летний Рустам Шариев стал инвалидом первой группы после несчастного случая на работе. Сначала он пользовался обычными колясками, а потом одну из них решил модернизировать. Для этого он попросил знакомых приварить к сидению часть рамы от детского велосипеда. Педали приспособил так, что их можно было крутить руками. Теперь на своем хендбайке мужчина свободно ездит по городу и удивляет прохожих. Я решил для себя, чтобы дома не сидеть. Надо чем-то увлекаться, чем-то каким-то миром, хотя бы спортом заниматься. Это хорошо для здоровья, чтобы где-то, допустим, в магазин можно съездить, допустим, можно, варить спорта, съездить, хоккей посмотреть. Возрождают традиции. Первые медали с республиканских турниров привезли лучники-юниоры из Восточного Казахстана. В Глубоковском районе области расширяет наборы воспитанников первая на востоке страны секция по стрельбе из лука. За два года из сельской детворы медалистов сделала Ажар Тлеуканова. Ради тренерской мечты она из столицы перебралась в небольшой поселок. Как воспитывают настоящих чемпионов, увидел Вячеслав Витлогин. На резинке тренируемся большим пальцем. Здесь ты держишь тетиву, здесь ты держишь лук. Имитация. Точный выстрел из лука требует серьезнейшей подготовки. Юноши и девушки вот так часами растягивают резиновый аналог тетивы, оттачивают моторику пальцев, а уж после прицел. Методика тренировок у сельской детворы в поселке Глубокая на манер столичных спортшкол. Занимается с ребятами спортсменка из Нур-Султана Ажар Толиуканова. Большое тренерское дело она развернула в малом поселке. Готовимся. Целься. Два года назад Ажар удалось убедить местных спортивных функционеров в необходимости открытия секции стрельбы из лука. Подобрали пусть и компактное, но помещение и необходимый инвентарь. Трудности в помещении. Изначально у нас вообще не было помещением. Мы занимались в коле, занимались в актовом зале. Ну а потом вот это вот помещение как бы пришлось выбивать. Кстати, объявление о первом наборе воспитанников опубликовали в сельской газете. И детвору заинтриговали. Самая лучшая работа это твое хобби. И муж поддержал. Я начала искать варианты, как можно было бы все это сделать. Из Турции закупили луки, стрелы. И вот потихоньку в 2020 году мы начали с января. Сейчас у Ажар три группы из 30 воспитанников. Для многих это уже профессиональный спорт, а не просто увлечение. 14-летняя Алиса Мерзянова за два года подтянулась до призера республиканских турниров. Теперь претендует в юниорскую сборную страны. Я стреляю уже около двух лет. Была на двух соревнованиях. Первый, увы, был провал. Ничего не заняла. Но вторый у меня были гран-при. Первое место. Взяла золото. Что касаемо моих целей, я все-таки надеюсь попасть в сборную Казахстана по традиционной стрельбе. Как-то вот мечта такая есть. И спортивные цели у казахстанских лучников сбываются. С последних этапов Кубка Азии в Таиланде представители сборной страны привезли бронзу в одиночных разрядах. И результат не случайность. В масштабах республики действуют 18 государственных и порядка 90 частных секций по стрельбе из лука. Стрельба из лука это целая философия с тысячелетней историей. Есть различия даже в технике захвата тетивы. Объясните, как мне сейчас стрельнуть. Сейчас мы будем стрелять турецкой стрельбой. Это значит большим пальцем снизу захвачивайся. Да, вот так. Тянем ровно, локоть чуть ниже, пожалуйста. Вот так. Тянем, тянем. Технику стрельбы из лука на профессиональном уровне сегодня осваивают больше двух с половиной тысяч казахстанцев. Энтузиазма и перспективы у спортсменов более чем достаточно. Да и меткость и ловкость у казахов в крови. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-казахстанская область. Хабар-24. Впервые за несколько лет в Павлодаре в два раза увеличили площадь посадки цветов. На 30 тысячах квадратных метрах планируют высадить однолетние и многолетние растения. Завершить работы планируют в начале июня. За процессом озеленения наблюдают дендрологи и дизайнеры, а группа научного сопровождения дает рекомендации. В этом году из городского бюджета на посадку цветов и дальнейший уход за ними выделили свыше 250 миллионов тенге. Цветовая композиция согласована с отделом архитектуры. Любая посадка осуществляется с присутствием дендрологов. То есть у нас на сегодняшний день помимо подрядной организации, которая высаживает цветы и высаживает любые зеленые насаждения, есть и научное сопровождение этих работ. То есть мы опираемся на мнение биологов, дендрологов при проведении любых работ по озеленению. По старым местам, это как бы центральная набережная, центральная улица, по старым местам начали. Сейчас самые основные. Закончим и приступаем к новому цветнику. На нормальном состоянии, где замену грунта делаем. Где на старые цветники сажаем. Местами меняем грунт. Подкармливаем. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова